Здравствуйте, коллеги! Я подхвачу некоторые темы, озвученные Александром Юрьевичем. Я о них тоже немного поподробнее расскажу. Микрофон все включен. Я с вами. Я подхвачу некоторые темы и тезисы, озвученные Александром Юрьевичем. Надеюсь, мне сейчас разрешат демонстрацию моего экрана. Да, отлично. И я приступлю к моей презентации. Тема моего выступления, как уже было сказано, от ЭБС Контрактивной образовательной платформы. Цифровизация образования связана с фундаментальными изменениями в структуре обучения, в организации образовательного процесса. Меняется роль преподавателя, формы взаимодействия со студентами, особенно виды учебных материалов. Но участниками этих изменений являются не только преподаватели, студенты, сотрудники библиотек, администрации учебных заведений. Исторически так сложилось, что издательства взяли на себя функции по созданию, обновлению, распространению учебного контента. И издательства на протяжении всего этого времени также переживали трансформацию одновременно с учебными заведениями. И как раз сейчас я хочу показать эти трансформации в виде некоторой ретроспективы по созданию и изменению электронных библиотечных систем на фоне изменений, которые происходили в учебных заведениях. Начнем с учебника. Классический печатный учебник стал отличным инструментом в образовании при индустриальной экономике для массового обучения под нужды предприятия. Можно сказать, он стал некоторой лентой конвейера по производству кадров. Но с развитием новых технологий деятельность учебных заведений перешла в сеть. И издательства, в свою очередь, оцифровали сначала каталоги. Сначала это были обычные... Обычные Excel-таблицы. Затем это были различные каталоги магазинов, интернет-магазинов. И затем дошли до собственных площадок с онлайн-каталогами. Ну ассортимент постепенно рос, ориентироваться в каталогах становилось сложнее, поэтому возникла необходимость в новом сервисе — поиск и подборка учебников под нужды учебных заведений. В какой-то момент интернет получил еще более широкое массовое распространение, в том числе учебных заведений. И перед издательствами встала необходимость оцифровать не только каталоги, но и сами учебники. Таким образом, появились электронные копии учебников. Но, чтобы работать с электронными учебниками комфортно, необходимы дополнительные сервисы. Например, закладки, цитаты. В том числе до печатных книг в библиотеке ведут отчетность по книговой даче и другим показателям. Поэтому и для электронного формата тоже нужны подобные отчеты. Использование онлайн-ресурсов в учебных заведениях набирает обороты к этому времени. И таких ресурсов становится все больше и больше от разных издательств. И появляются в том числе различные LMS-системы, то есть системы управления обучением. И в связи с этим у библиотек возникает вполне логичный запрос на новые сервисы. Это единая точка поиска, чтобы можно было искать по всем каталогам всех издателей. Это бесшовная авторизация, чтобы студенты могли быстро получить доступ к литературе из образовательной среды учебного заведения. И это управление пользователями, чтобы студентам можно было быстро зарегистрировать, передать им доступы к материалам. И в идеале было бы еще хорошо сделать мобильное приложение, потому что студенты читают учебники в электричках и в метро с помощью мобильных устройств, а не на сайте. И вот мы видим, как учебник оброс большим количеством дополнительных сервисов. И, по сути, набор таких учебников стал электронной библиотечной системой, которая сейчас есть на рынке. Но тут наступает некоторый час икс. Ну и это пока не пандемия, это распространение онлайн-курсов. И учебные заведения тоже вступают в эту игру. Профессиональное сообщество, грубо говоря, делится на два лагеря. Те, кто считает, что будущее только за онлайн-курсами, и те, кто считает, что онлайн-курсы — это временное явление, и они не заменят преподавателей классической учебники. И тот и другой лагерь в чем-то прав. С одной стороны, хороший учебник — это объемный и, в первую очередь, структурированный источник знаний, в котором содержатся выверенные годами методологии преподавания. С другой стороны, онлайн-курсы предлагают новый, интересный, интерактивный формат обучения с видео и онлайн-тестами. И тут стоит признать, что учебник, как таковой, стал конкурировать за внимание студентов с интерактивным медиа-контентом. И издательства оказались вот в какой ситуации. Учебные заведения активно вступают в онлайн-образование. Мотивация студентов к изучению классического учебника начинает падать. И выходом из данной ситуации становится дополнение учебников в медиа-материал, видео и аудио. И чтобы уж полностью вступить в конкурентную борьбу с онлайн-курсами, классический учебник должен обзавестись интерактивной системой тестирования с автоматической проверкой. Но опять же, система образования не стоит на месте. Она продолжает трансформироваться. Растет важность новых компетенций. Это софт-скиллы, это групповая работа студентов. Это создает запрос к следующему сервису. Это групповая работа студентов. Но медиа-материалы и интерактивные тесты не смогут в полной мере закрыть новые компетенции. Необходимы новые варианты интерактива для групповой работы. Это различные аналитические, ситуационные задания, кейсы, дискуссии и многое другое. Еще одним трендом современного образования является персонализация обучения. Во-первых, необходимы сервисы для быстро удобного конструирования и доработки курсов из существующих материалов, например, как гибкие курсы на платформе Юрайд. Во-вторых, мы знаем, что наша система образования достаточно бюрократична. На библиотеках и преподавателях лежит достаточно большая документационная нагрузка. И необходимы сервисы, такие как шаблоны рабочих программ, чтобы снизить эту нагрузку на участников учебного процесса. А чтобы правильно персонализировать учебный курс, необходимы данные о поведениях студентов, их цифровые следы. И таким образом, шаг за шагом, электронная библиотека обрастает все новыми и новыми сервисами. Становится интерактивной образовательной платформой, которая может сопровождать учебный процесс в современном учебном заведении. И учебник является составляющей данной платформы. И немного к словам Александра Юрьевича. Мы тоже проанализировали и сравнили данные по использованию платформы до и во время пандемии. И что мы заметили? Что чтение учебников в среднем выросло в пять раз. Что похоже в том числе на те данные, которые были представлены на предыдущей презентации. А использование интерактивных медиаматериалов и тестов выросло в двенадцать раз. А использование сервисов по групповой работе выросло в пятнадцать раз. Причем часть чтений выросла за счет того, что студенты переходят к повторению материалов после прохождения тестов и получения своих оценок. И таким образом видим, что ценность интерактивных сервисов выше простого обычного текста. И с учетом работы тех же пиратов, появления открытых источников учебных материалов, например, в Википедии, видна тенденция к открытию учебных текстов. И основную ценность образовательных платформ будут составлять именно сервисы. Что же касается путях развития образовательных платформ. Можно разделить на два пути. Первый – это несколько быстрее и дешевле – это глубокая интеграция с чужими платформами. Тут я подчеркнул слово «чужими», потому что для этой интеграции придется подстраиваться под чужую структуру, подстраиваться под чужие инструменты. Плюс к этому российское образование имеет свою специфику, и существующие зарубежные платформы не заточены именно под российскую систему образования. И второй путь – сложный, трудоемкий, но, на мой взгляд, более верный – это разработка собственных сервисов. И это и есть преобразование ЭБС в современную интерактивную образовательную платформу. Вот, на этом я закончу. Я думаю, в 7 минут ровно я должен был ложиться. Спасибо. Спасибо.